Учитель работает над самым главным. Он формирует человека. Это цитата советского государственного деятеля Михаила Калинина, в честь которого Кёнигсберг был переименован в Калининград. Сегодня можно дополнить эти слова, ведь ученику для занятий необходимы и современные условия. На данный момент в Якутии действует 655 образовательных организаций, в которых обучаются почти 134 тысячи детей. К сожалению, около 40% школ изношены более чем на 50%. 66% организаций и вовсе признаны аварийными. Сможет ли республика справиться с этой проблемой? Постараемся узнать. В эфире «Квадратный метр» программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. 360 детей из поселка геологов в Якутске пойдут в новую школу. Объекты введут уже через несколько месяцев. С какими проблемами столкнулись строители при его возведении? Узнаете из нашего материала. Какие образовательные учреждения построят в районах Якутии и насколько они отличаются друг от друга? Описание объектов от сотрудников Минстроя Республики и службы госзаказчика. Подвести коммуникации и закупить медицинскую технику. Жители Ленска ждут завершения строительства современной клиники матери и ребенка. Через несколько месяцев ученики старой двухэтажной школы номер 18 в поселке геологов в Якутске забудут о том, что такое небольшие кабинеты и узкие коридоры. Недалеко от старого здания продолжается строительство нового объекта. Сегодня на площадке трудятся чуть больше 50 человек. Завершен каркас, в ближайшее время начнутся фасадные работы. Выполнены необходимые требования пожарной безопасности и санэпиднадзора. Согласно утвержденному проекту, в школе обустроят огромные спортивные и актовые залы. Не будут однотипными учебные аудитории. У каждого помещения есть конкретное назначение. Все классы специализированы. Есть кабинет химии, есть компьютерные классы, кабинет физики, где очень много современного оборудования к ним на специальные подводки. Соответственно, в общем, современным требованиям. Школа рассчитана на 360 мест. Огромные площади для небольшого числа ребят – это требование времени. Специалисты отмечают, что просторные помещения положительно отражаются на образовательном процессе. То есть и раньше, если бы были ограниченные площади, где в классах утилы, скажем, по 30-40 детей, то сейчас жесткие требования в этой части. То есть каждый ученик, он уже свободно себя чувствует. Почему и, соответственно, расширяются площади кабинетов. 18-я школа вошла в федеральную программу по созданию дополнительных мест в учебных заведениях. Благодаря этому республика получила почти 250 миллионов рублей на строительство. Информация о будущем объекте включена в реестр типовой проектной документации Минстроя России, что стало одним из обязательных условий для участия. И хоть вообще единственный регион Дальнего Востока, который был готов к реализации программы, есть еще ряд дополнительных пунктов, которые необходимо выполнить. Один из них касается школьного оборудования. Если по типовой проектной документации на оснащение объекта оборудования было предусмотрено 17 миллионов, то по требованиям федеральной программы это оборудование составляет 64 миллиона. То есть это планшеты, интерактивные доски в каждом классе. Строительство школы началось в 2013 году, когда проект еще не входил в федеральную программу. Тогда наружу вылезла проблема геолокации. Стройплощадка находится возле небольшого болота, что отрицательно сказывается на качестве грунта. Чтобы справиться с этим пунктом понадобилось несколько лет. Под школы установлены соум – сезонное охлаждающее устройство. Обычно эти трубки заправляют фреоном. Зимой они будут удерживать температуру грунта от повышения. Под землей всегда должны быть отрицательные показатели, иначе сваи начнут движение, что чревато разрушением здания. Возле некоторых свай можно заметить и небольшие трубки. С их помощью измеряют температуру грунта. Готовность объекта на сегодняшний день составляет около 60%. Завершается укладка кровли, внутри устанавливаются системы отопления, вентиляции и канализации. Основная задача – прокладываем тепло в трассу, чтобы успеть к отопительному сезону, чтобы была возможность уже в холодное время работать внутри здания. Это не единственная подобная школа в Якутии. Будущее образовательное учреждение является двойником столичной 17-й школы. В Минстрое подчеркивают, что использование типовых строительных проектов помогает сэкономить бюджетные средства. Отпадает и необходимость в поиске новых решений, когда уже есть подходящий вариант. Будет значительно уменьшена сумма на проектирование объекта, только на привязку. Дальше мы планируем даже в других, в улусах республики, использовать, где необходимо строительство объекта в такой же мощности, планируем строить по этому проекту. Проект школы можно использовать не только на территории Якутии. Объект находится в федеральном реестре, а значит, построить его можно и в других регионах. Возможно, будут коллеги из других регионов звонить, уже будут учиться у нас, как строить данные здания, а не мы у них, возможно, будут приезжать, смотреть, как построим. Согласно первоначальным планам, ввести в эксплуатацию 18-ю школу собирались не раньше следующего года, однако из-за вступления в федеральную программу строителям придется ускориться. Сдать объект, а также установить мебель и необходимое оборудование теперь нужно до конца декабря 2016-го. Сесть за новые парты ребята должны через пару месяцев после торжественного открытия. В 2007 году по результатам проведенного обследования старое здание школы было признано аварийным, на основании чего было принято решение о строительстве новой школы. В 2008 году Якут Промстройпроект разработал проектную документацию на строительство гимназии на 220 учащихся. Сметная стоимость строительства составляла 274 миллиона, в том числе с учетом софинансирования и средств федерального бюджета. Ну и, собственно говоря, в 2014 году было начато строительство. Особое внимание было уделено дизайн-проекту интерьера, внутренней отделки самой гимназии. Это сочетание традиционного стиля и современного стиля. В комплекс гимназии входило не одно помещение школы, а также учебно-опытная лаборатория. Это отдел цветочно-декоративных растений, метеорологическая и географическая площадка, а также площадка для проведения торжественных мероприятий, площадка для проведения активных игр и площадка для учащихся с 1 по 4 класс и с 5 по 11 класса. Строительство школы в село Каптяни, согласно инвест-программе Республики Сака-Якутия, началось в 2015 году. И вот в 2015 году полностью определен генеральный подрядчик, который будет строить под ключ. Старая школа находится в соседнем участке. На сегодняшний день дети учатся в этой школе и после сдачи будут учиться в новой школе. В здании старой школы собственность администрации. Администрация сам решает сносить данное здание или оставить. На сегодняшний день коробка здания полностью завершена. Ведут работу по обеспечению контура. Это утепление фасада, соколя и кровли. И внутренние отопительные работы, чтобы по завершению принять тепло, чтобы до Нового года все завершить внутренней работой. С 2010 года было предусмотрено строительство данного объекта. Он разрабатывался, значит, уже по существующему типовому проекту. Аналогичные школе в Оленевском улусе, в Вилюйском улусе. Соответственно, с доработкой к условиям Нижнеколымского улуса немного таких объектов сегодня строится вообще в арктической зоне. Строительство в Арктике на сегодняшний день, конечно, очень сложно по разным причинам. Это и транспортная схема, это и, естественно, отдаленность, это и технологичность, это и сезонность работ. Все совокупности, конечно, оно обременяет по срокам. Но, тем не менее, значит, подрядная наша организация справилась с этими задачами. И торжественное открытие его, вот, можно сказать, во второй декаде сентября. Поэтому мы готовы будем открывать новый объект в этом году для детей Арктики, будем говорить так, которые сегодня ждут с нетерпением этого объекта. Несколько месяцев остается до ввода в Ленске долгожданного социального объекта клиники «Матери и ребенка». Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка. Бригады шпатлюют стены, проводят электричество, монтируют вытяжки. Снаружи готовят площадки под благоустройство. Клиника будет встречать посетителей с современным внешним видом. Каким он будет, видно уже сегодня. И само учреждение, и первая очередь жилых домов рядом, блистают готовыми фасадами. Сумма контракта составила 303 миллиона 670 тысяч. Эти средства предусмотрены в бюджете района. И, надо сказать, что полностью финансируется объект за счет муниципального образования Ленске района. Строить клинику начали еще в 2013 году, но работы периодически останавливали. Требовалось время на решение сопутствующих проблем. Например, на получение квот для привлечения иностранной рабочей силы. Но больше вопросов вызвало подключение объекта к тепло- и водоснабжению. Объект огромный, вы сами видите. Это четыре девятиэтажных здания, плюс наша детская поликлиника женская консультация. Необходимо вносить изменения вообще в отопительную систему всего микрорайона. И такие изменения удалось внести. Ленское предприятие тепловых и электрических сетей заказало целый проект, согласно которому для подключения комплекса необходимо было провести дополнительные работы. Порядка 30 метров надо проложить тепловые сети к данному дому, построить узлы ввода. Глобальных проблем, таких, которые повлияли бы на подключение этого дома, практически я на сегодняшний день не вижу. На данный момент районные власти отрабатывают вопрос оснащения новой клиники. Они отмечают, что объект должен быть современным не только снаружи, но и внутри. К открытию учреждения на средства республиканского бюджета собирается закупить передовое оборудование для качественного медицинского обслуживания детей и женщин. Добавим, что согласно контракту клинику должны ввести в эксплуатацию к концу этого года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифра не выглядит столь фантастической, ведь за последние 10 лет в республике удалось построить около 100 школ. Вы смотрели квадратный метр. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин